Сокровище Золотого Кондора В ролях Корнелл Уайлд, Констанс Смит, Финлой Карри, Уолтер Хемпден, Энн Бенкрофт, Джордж МакКредди, Фей Рэй и другие. Сценарий Делмара Дэвиса по роману Эдисона Маршалла. Композитор Сол Каплан. Продюсер Жюль Бак. Режиссер Делмер Дэвис. Поиск сокровищ в этом фильме был снят в сельве и горах Гватемалы. Местные обряды и костюмы подлинные. Я, Жан-Поль, посвящаю всем свободным людям этой и других стран, эту историю странствий, случившихся со мной как слугой и дворянином в 18-м столетии. Королевство Франция, замок маркиза де Сен-Мало. Анетта? Да. Тебе надо было тоже поехать, дорогая. Ночь приятна. Круга что-то узнал о сыне твоего брата. Что ты обнаружил? Он живет со своим дедом-оружейником. Отцом женщины, о которой я говорил. Да, ваше сиятельство. Как зовут мальчика? Жан-Поль, ваше сиятельство. Он похож на своего отца. Его живая копия, ваше сиятельство. Можешь идти. Вашим услугам, ваше сиятельство. Зачем ты это делаешь, Эдвард? Место мальчика здесь, в замке? Хотя он рожден без имени, он сын моего брата. Почему ты хочешь привезти его сюда? Почему? Что подумал бы Поль, будь он жив, если мы оставим его сына жить среди простонародья? Когда он был жив, тебя не волновало, что он думал? Откуда это чувство долга? Думаю, что знаю, почему ты хочешь видеть мальчика здесь. На самом деле, любимая, он законный наследник твоего титула. Нонсенс. Ты боишься, что он заявит свои права. Дорогая жена, ты же знаешь, что нет никаких свидетельств о браке Поля. Да. Только Поль мог бы подтвердить его. Мой благородный брат. Ну что ж, я скажу, почему я хочу, чтобы мальчик был здесь. Это подарок для тебя. Его присутствие развлечет меня. И ежедневно будет напоминать тебе о Поле. И о матери мальчика. Женщине, которую Поль предпочел тебе. Поль предпочел тебе. Добрый день, оружейник. Добрый день, ваше сиятельство. Ты знаешь, кто я? Да, ваше сиятельство. И почему ты мне не сообщил, что у моего брата есть сын? Этот мальчик? Он мой? Хочешь обмануть меня? Посмотри. У него наши глаза, подбородок и даже характер. Это несомненно. Когда мой брат отправился в Индию, твоя дочь была на борту корабля? Да, ваше сиятельство. Романтическое море. Долгое путешествие. Ребенок. Лихорадка убила их. А ребенок остался жив. Не так ли? Да, ваша светлость. Он сын Маркизы и моей дочери Луизы. Ты скрыл это от мальчика? Счел это лучшим. Ну, Жан-Поль, теперь ты знаешь, кто твой отец. Пойдешь со мной жить в замок? Тебе наша кровь. Хотя ты и родился на полебейских простынях. Ты будешь воспитан как дворянин, но без титула. Будут лошади, слуги и все, что полагается. Извините, ваша светлость. Думаю, ему будет лучше со мной. Отказываешь ему в праве положенном по рождению? Он мой, с тех пор, как его принес малютка из корабля. Умеешь читать? Нет, ваша светлость. Это документ Королевского суда. Меня определили опекуном мальчика, и я несу ответственность за него и его будущее. Так что с этим все ясно. Это его единственная одежда? Нет, ваша светлость. Есть еще праздничная. Собери ее, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Вот он, дорогая. Жан-Поль, это Маркиза. И наша дочь, молодая графиня. И отныне они твои госпожи. Госпожи? Жан-Поль будет чем заняться. Конюшни, я думаю. Эдвард. Конюх. Этот мальчик горд, как и его отец. Поль никогда не брал чужого. Мальчик такой же. Ты будешь честно работать? Правда, Жан-Поль? Я не беру ничего, что не мое. Хорошо сказал. Истинный сын своего отца. Конюх, покажи ему, что делать. Да, ваше сиятельство. Падре-Бенуа? Отнеси это на полировку, и не испачкай в грязи. Я же сказал, не пачкай. Это лишняя работа. Хочешь подраться? Давай. Убери свои руки. Его поручили мне. Я здесь старше, и запрещаю драться. Иди распряги лошадей. Ты в порядке? Больно? Нет. Я работал на твоего отца, Жан-Поль, когда он был здесь хозяином. Его любили. Его все любили. Для него человек был человеком. Неважно, крестьянин он или слуга. Мы гордились тем, что служили ему. Мы были счастливы. Сейчас все не так. Почему вы не уйдете? Уйти? Куда? Мы привязаны к маркизу на всю жизнь, как и ты. Ты же не знаешь, что написано в той бумаге. Я не умею читать. И мой дед тоже. Это глава действительность. Он может делать все, что захочет. Так он всегда на его стороне. Смирись с этим, малыш. Будь благоразумен. Покорись. Нет. Да. Когда повзрослеешь, поймешь. А ты помнишь, что я сказал? Почему лошадь графа еще не во дворе? Потому что потеряла подкову. Она нужна немедленно. Можете забрать как есть. Подними платье. Никак не научишься. Правда, Жан-Поль? Чему? Уважать высших. Я всегда почтителен моими высшими. Однако ты грубишь. Все женщины одинаковы. Они обвиняют других в своих недостатках. Простите, мадам. Что ты думаешь о графе Байо? Красавчик. Он просил моей руки. Ну и что? Я заметил, что он липнет к тебе. Ты ревнуешь? Нужно быть влюбленным, чтобы ревновать. Ты не ответил на мой вопрос. И не собираюсь. Я хочу получить ответ. Отступи, пожалуйста. Я хочу получить ответ. Ты ревнуешь? Я ревную ко всем, кого ты касаешься и кто смотрит на тебя. Я ревную к этому дураку Байо, твоему отцу. К любому, кто может быть рядом с тобой. Я ответил. Жан-Поль! Лошадь! Приходи сегодня вечером. Сюда. Жан-Поль! Живее! Ты заставил нас ждать. Это моя вина? Нет, она потеряла подкову. Поэтому я задержался. Помоги господину графу. Неуклюжий дурак. Мои извинения, месье. Мои извинения, месье. Это он тебе сделал, сынок. Ты принес одежду. Она тебе понадобится, чтобы не поймали. В ней я смогу ехать, как господин. В ней ты будешь, как великолепное ружье, сделанное для принца крови. Куда ты отправишься, сынок? Затеряюсь где-нибудь в Париже или Бордон. Не знаю еще. Но если я останусь здесь, я его убью. Ты будешь мне присылать вести о себе? Я еще приду попрощаться. Вы не видели здесь пробегавшего человека? Нет, никого. Вы недавно в этом краю? Да, так и есть. Это частная дорога маркиза де Сен-Мало. Я причиняю кому-то ущерб? Если так, буду идти поосторожней. Кто вы и куда идете? Я путешественник. Ищу священника городка Сен-Мало, которого зовут Падре Бенуа. Город за воротами. Походите в церковь. Да, войдите. Вы Падре Бенуа? Я проделал долгий путь к вам. Ваше имя мне назвали те, кто хорошо вас помнит. Старики-индейцы майя из Гватемалы. Гватемалы? Я рад слышать, что меня помнят. Они мне рассказали, что изучали обряды и предания мои. Я считал, что изучение их прошлого поможет мне лучше понимать их. Я думал так же, Падре. Это так. А вам это зачем? По мне жажда знаний. У меня в роду был летописец, вождей клана Дуголов из Горной Шотландии. Интересно. Возможно, поэтому у меня интерес к свиткам древних майя. Я так понимаю, у вас есть кодекс майя. Посмотрите, похоже на какую-то карту. Карту сокровищ. Как вы узнали? Мое призвание видеть сердца людей. Как вы догадались? Или вы слышали обо мне до моего прихода сюда? Нет, нет, нет. Кодекс Золотого Кондора. Где вы его нашли? Десять лет назад. И с тех пор он перевернул всю мою жизнь. Вы понимаете это? О, да. Но здесь сказано, что к этой карте должна быть еще печать Золотого Кондора. Золотой медальон. С выбитым рисунком. Вот эта печать, падре. О, да, да, да. Здесь есть про сокровища? Да. Вот эти полосы, точки, путь. Вы понимаете эти знаки? О, да. Значит, я пришел не напрасно. О, вы не знаете, как меня пытались обмануть с переводом и ограбить? И умерли за свою нечестивость. Я должен был отвечать. Вы убивали? Защищая свою жизнь. Или я, или они. Они? Более одного. Здесь написано смерть. Вы же, как священник, не верите в эти языческие суеверия? Нет, нет, нет. Я ценю жизнь превыше золота, драгоценных камней, о которых здесь написано. О них здесь написано? О, да, изумруды с юга страны инков, нефрит, золотые маски, боги, весь перечень сокровищ. Но я не переведу вам путь к этому месту. Во имя Нева, почему нет? Я же не сказал, что бесплатно. Я мог бы поделиться с вашим приходом. Вы могли бы построить школу. Сколько добра вы могли бы сделать. И зла. Моя совесть говорит мне, что помогать вам во зло, а не добро, как вы говорите. Уже умерло много людей. У вас есть семья? Ребенок. Моя жена умерла. Как? Тропическая лихорадка. Пока вы искали сокровища? Эта лихорадка нападает на... Я знаю, знаю. Я отказываюсь обременять еще больше вашу совесть, или свою. Я не могу перевести это. Время вечерних колоколов. Меня пригласили на ужин сегодня вечером. Вас также будут рады видеть. Как ты осмелился прийти сюда? Ты сказала, что придешь, но не сделала этого. Так что пришел я. Мы должны найти другое место. Я уезжаю сегодня вечером. Мой отец никогда не позволит. Он будет преследовать тебя и схватит. Он тебя накажет для примера остальным. Я постараюсь быть другим примером. Сбежать и избежать поимки. А как же я? И то, что мы хотели быть вместе. Когда титул станет моим, у нас будет все. Так ты хочешь добиваться титула? Но если мой отец потеряет свой титул, то и я потеряю свой. И не буду графиней. У меня один интерес к титулу. Он позволит мне жениться на тебе. Поэтому ты должна ждать меня. Мари, вернись к гостям. Иди за мной. Возьми лампу. Поставь туда. Ты видел английский спорт под названием бокс? Полагаю, нет. Его показывали только дворянам. И кое-чему учили нас. Мне сказали, что у меня к нему талант. Я хочу показать тебе его сейчас, Жан-Поль. Все же у тебя смешанная кросса. Пригодится, если встретишь по жизни трудности. Ты когда-нибудь бился на кулаках? Да. Я имею в виду не драки в конюшне или во дворе. А по правилам? Нет. Ну, снимай сюртук. Начнем тебя учить. Твой первый урок. Не попадайся врасплох. Как ты считаешь Сен-Мало своим? Ты предал мое доверие к тебе. Эдвард! Эдвард! Что за ужас здесь происходит? Фонтейн! Ломай дверь! Остановитесь, ваша светлость. Ради бога, достаточно. Возьми лошадь и отправляйся за врачом. Фонтейн, отнеси его к себе. Вы здесь чужой? Да, мэм. Я прибыл из-за моря. Из земли дикарей. Иди к нашим гостям. Быстрее, Мари, пожалуйста. Он, должно быть, получил ваше сообщение. И уже идет. За ним следят? Да, вы назначили ему встречу здесь? Тогда я оставляю вас. Мне сказали, что вы хотите помочь мне. Да, если не боишься быть пойманным и наказанным. Что я теряю? Свою жизнь? Что она стоит? Я видел. Поэтому и говорю с тобой. Приходи завтра на рассвете в порт. Куда мы отправимся? В Испанскую Америку. Есть сокровища, столь огромные, что можно купить все французское королевство. Но не понимаю. Вы предлагаете вместе с вами искать сокровища? И разделить их. Почему? Падре Бенуа отказывается переводить карту, если я не возьму тебя с собой. Он сказал, что ты должен использовать этот шанс. Да, правда. Если он доверяет вам, то и я тоже. Что за корабль? Где? Когда? Звезда тропит в порту. Завтра на рассвете. Я буду там. Вы хотите исповедоваться, сын мой? Нет, Падре. Я... Поздравляю вас, Франсуа. Редкий человек не имеет ничего на душе. Я не могу пойти с вами. Моего деда посадили в тюрьму. Поехали. Разве ты можешь что-то изменить? Я могу только остаться и помочь, чем смогу. Если останешься, тебя поймают и повесят. Как может беглый слуга помочь кому-то? Он прав. Вот что стоил мне побег. Мне жаль. Но я не могу не остаться здесь. Прощайте и удачи. Это я, бретонец, рыбак. Я был в тюрьме, Жан-Поль. Я видел его. Он передает, чтобы ты не пытался его вытащить. Или тебя повесят. Продолжай. Он говорит, для него будет лучше, если ты отправишься за море, попытать счастье. Золото откроет все двери, а это время пролетит незаметно. На звезду тропиков. Тысяча ливров вознаграждения за сведения для поимки Жан-Поля. Слуги, находящегося в розыске за побег и покушение на убийство его хозяина, сообщить маркизу Де Сен-Малор. С благоприятным ветром звезда тропиков прошла на юг до Азорских островов. Потом мы повернули на запад, к Испанской Америке. 30 дней мы не видели ни земли, ни других кораблей. Пока, наконец, не добрались до Гватемалы. А там до мало кого известного порта на реке Дульсе, где мы высадились на землю. Мы должны быть осторожны, парень. Ни слова о золотом кондоре. Ничего о нашей карте. Не понимаю. Там случилось что-то ужасное. Это гробы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы узнали, что этих людей скосила лихорадка. Мы услышали о многих других бедствиях, случившихся здесь. С трудом мы нашли двух человек, согласившихся отвезти нас вверх по реке. Они нам сказали о трагедии, уничтожившей Антику, в которую мы шли. Место, которое МакДугал покинул несколько месяцев назад. Они доставили нас только до Верховьев реки Дульсе. Так что оттуда нам пришлось идти через сельву одним. И вот мы достигли стен Антики. Рассказ оказался правдивым. Землетрясение разрушило это место. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здесь был мой дом. Моя дочь. Мы шли по опустевшему городу в поисках жизни. Моя дочь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Увидели человека. Где Клара МакДугал? Он потерял в трагедии зрение и разум. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Одна женщина нам сказала, что видела его дочь среди уцелевших. Распространился слух о нашем приезде. Где Клара МакДугал? Там. Твой отец приехал. Клара. 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 Теперь это ее прибежище. Это моя Клара? О, моя дорогая. Я боялся, что ты умерла. Что здесь случилось? Через неделю после этого его ухода произошло землетрясение. Но расколола горы и вода затопила все. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Оставшиеся в живых бежали. Как ты? Тебе это не все равно? Все эти 10 лет тебя не волновало ничего, кроме Кодекса? Не из-за этого ли и умерла, мама? Если б ты не нашел меня живой, ты бы не ушел уже завтра снова. Сейчас другое дело, Клара. Я отыскал священника. Значит, ты уходишь. Когда? Завтра? Так и есть. Мы начнем снова, и снова неудачно. Потом ты найдешь другой перевод, и снова уйдешь. А я в очередной раз буду молиться. Кто он? Он со мной. Он со мной. Держите давай. Держите. Держите давай. Не стрелять. Чтобы не случилось, не стрелять. Встаньте с поднятыми руками. Встаньте с поднятыми руками. Встаньте с поднятыми руками. Не оглядывайтесь. Не оглядывайтесь. Идите. Встаньте с поднятыми руками. Я всегда начинал отсюда. Юг, восток, север. Ничего. Падре Бенуа сказал, что это означает запад. Каждый день пути отмечен знаками, которые приводят сюда. К каменному змею. Его клыки указывают, куда идти дальше. Он ключ ко всему. Большому голубому озеру. Земля Майя. Земля Майя. Уже две смерти. Карта говорит тебе, кто следующий. Утром мы отправились на запад, в поисках ключа к земле Майя. Каменного змея. Одни дней мы шли через сельву к горам, искали указатель и находили только дикую природу. Не было ничего. Ничего. Что-то пошло не так. Совсем не так. До сих пор карта была верна. Дни пути указаны. В этих местах легко не заметить змея, маг. Вернемся и начнем поиск заново. Обыскать все это. Я здесь искал десять лет. Я очень старался. Но сокровища так и не нашел. В кишке королевства потеряли из-за подковы. А мы из-за какой-то змеи. Я собирался купить замок посреди четырех озер. У меня были бы тысячи коров и десять тысяч овец, пасущихся на зеленой траве. И люди, чтобы стеречь их. В горах Шотландии когда-то были короли. И я стал бы королем Дугалом Третьим. А Клара принцессой? Принцесса Клара Первая. А ты бы купил себе величие и стал бы королем Франции. Мы короли. Никогда еще мечты не рассеивались так горько. Все. Я покончил с этим. Закопаю поглубже, чтобы больше никто не нашел. Отдай мне. Я не собираюсь останавливаться. Я слишком много прошел, чтобы смириться с неудачей. Вы с Кларой возвращайтесь в лагерь, а я продолжу поиски змея. И через неделю мне идти искать твой скелет, а затем Кларе искать мой. А потом, если я не приду через неделю, возвращайтесь на побережье без меня. До свидания. Спасибо, что дал мне надежду. Мы будем ждать тебя, парень. Первый раз с моего детства он бросил это. И ты его не остановишь. До сегодняшнего дня Золотой Кондор крепко держал в когтях его сердце. И он был в его власти. А сейчас он снова стал моим отцом. Если я решу отдать жизнь на поиски чего-либо, то это моя жизнь. Ты безумец. Такой же безумец, как он. Всю свою жизнь я только и слышал о сокровищах. Пусть он рвет твое сердце, если хочешь. Но оставь в покое моего отца. Я не безумец. Ты не искатель приключений. У меня есть цель. И для ее достижения мне нужно золото, чтобы исправить несправедливость, которая касается не только меня, но и других. Мне для себя сокровища не нужны. Если бы ты смотрела подружелюбнее, я бы тебе все рассказал. Жан-Поль! Клара! Сюда! Сюда, быстрее! Мы нашли. Земля Майя. Большое голубое озеро. Карта говорит правду. Синдейцы Кича. Потомки Майя. Их поселок. Теперь только печать золотого кондора стоит между нашей жизнью и смертью. Лучше пойти на разведку нам двоим. Клара пусть останется здесь, пока мы все не узнаем. Если убьют вас, то и я не проживу долго. Я иду. Клара пусть останется здесь, ЗВОНОК В ДВЕРЬ Они думают, что мы боги. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот уже два века, и это у них запретное место. Они отведут нас к его границе, но дальше не пойдут. Но мы боги, мы можем пройти. Два дня длился праздник и подношение нам. Потом шесть дней нас вели к месту, где мы надеялись найти сокровище. Храму Золотого Кондора. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот он, дорогая. Долгие и горькие десять лет шел я к нему. И вот он. Если что-то случится, наши друзья отведут тебя к побережью. И если это произойдет, прости меня за все плохое, что я сделал до этого. А ты простишь меня? Конечно. Подержи. Я зажгу факелы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как на карте. Сокровище где-то рядом. Кажется, землетрясение. Идем. Полагаю, сокровище где-то здесь. Скоро мы это узнаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не получилось. Дай мне свое мачете. Разом бросаем в нее факела и бежим. Спасайся, парень Я ранен Я вытащу тебя Я иду за помощью Лара, принеси факел Твой отец Это то, что нам нужно Но нужна помощь Индейцы не переступят границу Я помогу Факел Он там, внизу Что у тебя повреждено? Правое бедро Бросай лиану Можешь как-то помочь? Да Здоровой ногой Тяни сильнее Там змея Быстрее Ты сможешь удержаться? Теперь давай Держись Мачете, быстрее Ты сможешь удержать? Ты сможешь удержать? Ты сможешь удержать? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» У этих людей добрые сердца Ты оставишь нас с Кларой в хороших руках Мы прошли сюда долгий путь вместе И я не уйду, пока ты не сможешь двигаться Ты слышишь, дорогая? В этом путешествии мы нашли больше, чем золото и изумруды Субтитры подогнал «Симон» Клара! 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 Субтитры подогнал «Симон» И как это называется на языке китча? Никогда не задумывался. Ты заметил, как счастливы эти люди? Как они добры и дружелюбны? Рядом с озером достаточно превосходных пастбищ для коров и овец. Тебе это ничего не напоминает? Нет. Я никогда не встречал такого места. Я тебе подскажу. Замок у озера. Да, ты же собираешься стать королем, а Клара принцесса. Клара никогда не хотела быть принцессой. И здесь я понял, что не хочу быть королем. А замок? А нужен ли здесь у озера замок? Ты говоришь так, как будто думаешь остаться. Да, это так. До конца жизни. А как же сокровища? Транно. Но с тех пор я так и не посмотрел на них. Думаю, что меня увлекал сам их поиск. Или, возможно, то, что сказала Клара. Кондор крепко держал меня в своих лапах. Я должен был разыскать их, чтобы освободиться. Так что ты можешь уйти, когда пожелаешь, парень. И если тебе нужна моя часть сокровищ, она твоя. Здесь они не нужны. И Клара согласна с этим? Все эти десять лет она молилась. И это ответ на ее молитвы. Отец сказал мне о твоем решении. Когда ты уходишь? Завтра. Я говорил с вождем. Они отведут меня на побережье. Я никогда не думал, чтобы остаться здесь. Я пришел сюда не за мечтой, как твой отец, Клара. У меня есть обязательства, которые я должен выполнить. Дело всей моей жизни. То, о чем ты говорил тогда? Да. Девушка. Понимаю. Я буду скучать по тебе. И, может быть, ты немного о нас. Я не умею прощаться. Я тоже. Прошло семь месяцев, прежде чем я снова увидел берега Франции. Я отправился прямо в Париж в поисках одного человека, способного мне помочь. Рауля Дондова. Рауля Дондова. Т camisor. Рауля Дондова. Прогодон... Рауля Дондова. месье. Кто там ждет? Маркис Мане, месье. Он настаивает на немедленной встрече. Он думает, что должен получить крест святого Людовика. А я нет. Так это было и сказано королю. Кто еще? Полковник Каналефо. Он хочет... Я знаю, я знаю. Париж полон полковников, которые чего-то хотят. Мы не можем заниматься всеми просьбами. Кто еще? Какой-то человек. Утверждает, его история вас заинтересует. Многим так кажется. У меня нет лишнего времени. Простите, месье. Я сказал ему уйти, но он посмеялся надо мной и просил передать вам это месье. Интересный способ привлечь внимание. Пригласи этого, с историей. Остальные пусть ждут. Да, месье. Даю вам пять минут. Я слишком занят. Я слышал, поэтому и пришел сюда. Комплименты заставляют меня терять время. Даже от принцев. Я слышал, у вас есть влияние. Не только в Париже, но и в Версале, при дворе. Не отрицаю. Титулы, борьба против врагов. Давайте по существу. Вы знаете Маркиза де Сен-Мало? Да, он играет на бирже. Он мой дядя и мой враг. Вы выбрали одного из сильнейших. Он имеет вес среди знати севера. Он узурпатор. Моего наследственного положения и состояния. После смерти моего отца, Маркиза Поля де Сен-Мало. Я знал Поля. Так что... Что вы хотите от меня? Утвердить по закону замык и титул за мной? Я не стану зря тратить свое время в суде по такому вопросу. Почему вы пришли именно ко мне? Весьма непросто доказать правду о браке моего отца. И почему вы думаете, что у вас есть права? Вы сможете найти доказательства. Кому же он преследует меня за нападение на хозяина, когда я был его слугой. Он мог повесить вас. Мне удалось убежать. Вы настоящий человек. Мне нравился ваш отец. Я слышал такое и от других. Садитесь. Вы просите титул, на который у вас сейчас нет законного права. И прощение своего преступления. Да, так. Скромная просьба. Думаете, что не сможете это сделать? Сидите. Трудно будет получить доказательства. Документы. Это будет стоить больше, чем вы можете себе позволить. Здесь достаточно? Как вас зовут? Жан-Поль. Хорошо, Жан-Поль. Обычно я такое считаю пустой тратой времени. Но ты мне понравился. Потому что в тебе есть огонь. Или потому что у тебя нет имени. И ты, кажется, этим гордишься. Я не вижу причин стыдиться. Если бы ты стыдился, я не обратил бы на тебя внимания. Я сам никогда не знал своего отца. Я взял имя Данделл, потому что оно кратко, выразительно. И не требует терять время. Данделл. И потому что мы находимся в одной лодке, я помогу. Мне нравится быть сентиментальным, когда это ничего не стоит. Кстати, плата мне составит 100 тысяч франков. В случае успеха. Я заплачу вдвойне, если скажете. Вы шутите, месье? Если я назвал цену, я ее не меняю. А теперь мне нужны подробности. Твоим отцом был Поль. Маркиз де Сен-Мало. А кто твоя мать? Луиза Шамплейн. Где ты родился? На корабле, идущем в Индию. Там мои родители сошлись. Не вступая в брак, так только говорят. Это будет трудно, Жан-Поль. Боюсь, эту кость будет трудно разгрызть. Закон на стороне твоего врага. Это было бы не страшно, если бы у него не было силы. Понимаешь меня? Я встречался со многими людьми его круга. В этой ситуации они поддержат его, а не тебя. Приходи через месяц. Оставь их здесь. У меня им безопасней. Ты мне не доверяешь? У меня нет лучшего выбора, чем оставить их в ваших руках. Горее взвалить мне на спину груз. Но мне нужны деньги, чтобы заплатить долги. Сколько? Десять тысяч ливров. Держи глаза открытыми, а рот на замке. Твое время кончилось. Иди. Оружейник, которого вы ищете, месье. Вон там. О, спасибо, месье. У меня есть пистолет, сделанный много лет назад. Когда-то моя работа была лучшей в Северной Франции. Возможно, ты мог бы починить его. У меня нет инструментов. Стамьи. Комнаты. А если будешь свободен? Жан-Поль. Делай вид, что мы говорим о пистолете. Я вернулся богатым. Положи руку так, чтобы никто не видел. Это деньги, чтобы заплатить за твою свободу, если со мной что-нибудь случится. И все еще скрываешься от маркиза. Надеюсь, через месяц буду свободным человеком. Тогда я подожду, пока здесь. Почему? Ты же можешь выйти сейчас. Я уже долго здесь пробыл. И если выйду сейчас, они поймут, что это ты мне помог. Они заплатят за каждую минуту, что ты здесь провел. Покойный. Если тебе что-то понадобится, пошли в гостиницу сообщения для Андре Дюпре. Я хороший пистолет оружия. Жаль, что ты не можешь его починить. Да, сын мой, чем я могу помочь? Я принес дар для церковного прихода. Жан-Поль, мои молитвы услышаны. Я думал, ты пропал. Это для вашей школы, Падре. Это поможет детям Франции. И карта Майя, она больше не нужна Макдугалу. Он в порядке и счастлив. Читал о замке в Шотландии, но остановился на Большом Голубом озере в горах. Здесь будут долго его помнить за этот подарок детям. Господа, я сожалею, что моя жена не может радоваться с нами в эту минуту. Предлагаю тост в ее память. Пять столетий этот золотой кубок поднимался за помолвку дочерей. И сейчас последняя моего рода отдает свою руку моему другу, графу Байон, чтобы этот союз принес вам радость и удовольствие. Франсуа, скажите графине, что ее ждут в зале. Это самая важная ночь в нашей жизни. Мы зря тратим время с... Извините, мадемуазель, графиня. Что ты здесь делаешь? На одно слово, пожалуйста. Там что-то случилось. Подожди меня здесь. Жан-Поль! Я мечтал об этом моменте почти два года. Мой отец сказал, что ты мертв. И пусть думает так еще месяц. Но ты ничего не сообщал о себе. Совсем ничего. Я не мог этого делать. Ни с моря, ни с тропической реки. Ни с города Антика. Тем более из Сельвы и земли Майя. Сельва. Майя? Где это? В Атемале. В другой части света. Что ты делал в таких странных местах? Искал свою судьбу. Нашел ее и вернулся. Еще месяц, и все это поместье. И титул маркиза де Сен-Мало станет моими. Только месяц. Осталось твоему отцу пользоваться титулом. Я больше не буду графиней. Ты будешь маркизой. Моей женой. Я принес тебе свадебный подарок. Изумруды. Бесценные. Есть больше. Намного больше. Такого, что нет и у короля. Позволь мне. Жан-Поль, если ты отберешь положение у моего отца, я же не смогу сохранить свое. Я была графиней всю свою жизнь. Я не хочу быть никем. Я тебе говорил, ты будешь моей женой, маркизой. Да, конечно. Крепим обещание. Жан-Поль, кто-то идет. Я вернусь. Нет, я сама приду, когда ты будешь в безопасности. Где ты остановился? В гостинице. Под именем Андре Дюпре. Ты искал меня, Франсуа? Да, мадемуазель графиня. Ваш отец просит вас уйти отсюда. Как он узнал, что я здесь? Господин Грау беспокоился, и я... Субтитры сделал DimaTorzok Он здесь. Сглотить его. Брось по воде и подними руки. Жан-Поль. Жан-Поль. Я заплатил, чтобы меня пустили. Дали только две минуты. Тебя выпустили. За деньги, что ты мне дал. Тридцать дней прошли, я вышел и узнал, что с тобой случилось. Как я могу помочь? Суд в пятницу. Меня признают виновным. Я не смогу отрицать обвинение Маркиза. Это правда. Я действительно хотел его убить. Только один человек во Франции может мне сейчас помочь. Найди его. Кто он? Где он? Рауль Дондо. В Париже. Отправлюсь этой же ночью. Расскажи ему, что произошло. Если он не поможет мне сейчас, то потом будет уже поздно. Храни тебя Бог. Все внимания. Суд Его Величества в округе де Гранд-Виль и Сен-Мало начинает заседание. Я выслушал доказательства. Подсудимый не отрицает выдвинутых против него обвинений. При отсутствии возражений подсудимого я должен признать, что он виновен в указанных преступлениях. Тем не менее, мы отложим вынесение окончательного приговора. Мне надо поговорить с заключением. Он мой внук. Хорошо, у вас минута. Ты виделся с Дондалом? Да. Два дня назад я встречался с ним в его собственном доме. Он заявил, что не знает никакого Жан Поля. Не стал даже слушать меня. Я должен был это знать. Теперь изумруды будут его. Я вынес решение. И это решение виновен. У обвиняемого есть, что сказать в свою защиту. До того, как суд объявит приговор. Мне нечего сказать в свою защиту. Я виновен в том, в чем меня обвиняют. Если бы я вновь прожил свою жизнь, то повторил бы это преступление снова, не страшась быть повешенным за него. Что он говорит? Можно считать, он мертв. Меня обвиняют в том, что я слуга, пытался напасть на своего хозяина. И не важно, если хозяин заслуживал этого. Так он говорит, что я должен умереть. Если бы правосудие не было слепок слугам, было бы ясно, что такие тираны, как Маркиз, не должны иметь слуг, чтобы они не могли вымещать на них свою жестокость. Из его слуг лишь я бросил ему вызов, потому что мы с ним одной крови, и потому что страдал от несправедливости. Его сиятельству это не важно. Многие слуг страдали от него, как я или больше. Они пали духом без надежды, что закон поможет им. Ваша милость, я протестую. Человек на пороге смерти имеет право высказаться. Спасибо, Ваша милость. Я не в обиде на этот суд. Было справедливое разбирательство. Ваша милость, исполнили свой долг. Но надеюсь, таким порядком когда-нибудь будет покончено. Придет день, когда французы, независимо от их рождения, будут свободными и равными, с одинаковыми правами, трудиться, выражать свои мысли, защищать свою честь и свою жизнь. Если захотят служить другому человеку, то будут служить как свободные люди, получая плату за свой труд и сохраняя свое достоинство. То, что сказал подсудимый, интересно и очень верно. Но я должен вынести приговор за преступление, которым он признан виновным. Ваша милость, Я могу просить внимания суда? Что делать? Я не знаю. С интересом выслушается, что месье Дондал хочет сказать. Его милость уже вынес приговор. Я надеюсь, что вы хотите сказать что-то важное, месье Дондал, потому что обвинитель прав, подсудимый виновен. В свете представленных здесь доказательств, иного решения быть и не могло. Он виновен. Но позвольте мне заявить и доказать, что преступление было совершено намного раньше. Я вас не понимаю, месье Дондал. Доказательства не были оспорены. Обвиняемый ничего не отрицал. Совершенно верно. Обвинения касались нападения на маркиза Эдварда де Сен-Мало. Поэтому я должен заявить, что такого преступления не совершалось, поскольку нет никакого маркиза Эдварда де Сен-Мало, и поскольку обвиняемый здесь человек был тогда и является сейчас Жан Полем, маркизом де Сен-Мало. Ваше заявление весьма необычно, месье Дондал. И весьма спорно. Я готов это доказать. Вот бортовой журнал корабля Ост-Индской компании, покоренная королева, которую я получил в их конторе в Лондоне. Я зачту. Сегодня женился Поль, маркиз де Сен-Мало, пассажир, мадемуазель Луизи Шамплейн, пассажирки. Вот заверенная копия брачного документа. И вот еще подписанное свидетельство капитана корабля. Он до сих пор жив. И еще одного пассажира, француза Арно Грена. Вот одно свидетельство. И другое. Мари! Мари! Он выиграл. Он стал маркизом. Дондал привел доказательства. Он был освобожден. Тогда Сен-Мало его. И он нас может выгнать. Тебя, а не меня. Что ты имеешь в виду? Я останусь здесь, как его жена. А как же твои обязательства? Граф? Я хорошо обдумала оба варианта. Ты сам учил меня этому, отец. Это он тебе дал? Есть еще? И как ты собираешься отказать графу? Это так важно? Нет. Есть много возможностей. Как отец, я благословлю твой союз с Жан Полем. Боюсь, что твое благословение не будет оценено. Будет лучше, если ты уйдешь до его прихода. Да. Я уйду. Но недалеко. Что это значит? Ты моя любимая дочь? Мы поймем друг друга. Жан Полем странный парень. Так легко обижается. Что бы он сказал, например, если б узнал, то рассказал мне, где он находится. Ночью, когда его арестовали. Он не поверит тебе. Жан Полем. Не верь тому, что он говорит. Это неправда. Это неправда. Теперь я имею право убедить тебя запачкать руки. С величайшим удовольствием. С величайшим удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, Жан-Поль де Сен-Мало, желаю, чтобы замок, известный как Сен-Мало, и его земли были разделены между теми, кто проявил во мне участие. В частности, я передаю священнику города все доходы от аренды, что у меня здесь есть. Замок и его парк я передаю своему любимому дедушке, Пьеру Шамплейну, за проявленную им ко мне доброту. Будучи деятельным и любящим свое дело человеком, он может распорядиться этим имуществом, как пожелает, чтобы снова стать лучшим оружейником, как он и хотел. Старшему конюху Фонтейну и его жене я передаю фермы, конюшни и лошадей в них, чтобы они не нуждались ни в чем. И прожили свою жизнь, как свободные люди, равно как и их дети. Подписано Жан-Поль, ранее известный как Маркиз де Сен-Мало. Сен-Мало. Добро пожаловать домой! Добро пожаловать в новую Шотландию! Конец фильма Конец фильма Конец фильма